Так, сразу по горячим следам записываю следующее видео. Всем привет, кто видит меня впервые. По поводу личного пространства. У меня всегда эта тема трепетная. Всё своё детство я прожила в однокомнатной квартире. Я рассказывала об этом. То есть даже когда у родителей водились деньги, они не захотели эти деньги вложить и купить двухкомнатную хотя бы квартиру, чтобы у меня, у девочки, у девушки была своя личная комната, чтобы я не тусовалась вместе с родителями. И, возможно, это дало свои отпечатки, потому что... Когда я вышла первый раз замуж, мы жили с родителями моего мужа. Я сразу хочу сказать, что это были очень достойные люди, очень уважаемые, известные, я бы сказала даже, образованные. Но сначала нам выделили с мужем маленькую комнату, потом родилась одна дочь, потом родился сын. Нам выделили комнату побольше, и у моей свекрови начались проблемы психические. Это развивалось медленно, но всё это прогрессировало. То есть у неё были неадекватные реакции. Например, я ребёнку сделала молочную кашку, поставила в мойку, в холодную водичку. Чтобы кашка немножко остыла. Приходит моя свекровь на кухню и говорит... Нет, она приходит на кухню и открывает краник с водой, и вода заливает всё, что я приготовила. А ребёнок орёт, хочет жрать. Маленький ребёнок. Я, знаете, уставшая, двое маленьких детей. И я так на эмоциях... Ах, ой, вы знаете, у меня тут кашка стояла. А моя свекровь в это время доставала мясо. И она берёт этот огромный кусок мяса, бросает вот так на стол, ляпает, и начинает на меня орать. Да, я понимаю, что только ты здесь хочешь быть хозяйкой. Ну и всякие разные слова. Потом ещё был момент, когда она на меня бросилась ножом. Тоже какой-то был конфликт на кухне. И она берёт нож, на меня замахивается. Я хватаю её за руку. Начинаю кричать. Дома был мой свёк. Он подходит к ней, говорит, Валюша, Валюша, успокойся. Её звали Валентина. По иронии, мою мать звали тоже Валя. Забирает этот нож и уводит из кухни. После чего я решила, что дальше жить как бы невозможно. И мой первый муж, это была с первым мужем, он был человек очень талантливый, но нерешительный. В семейной жизни он не был для этого приспособлен, скажем так. Я ему говорю, нам нужно что-то делать, нам нужно разъезжаться. Потому что мы с твоей мамой, мягко говоря, не сошлись с характером. Она была женщина очень властная. Ну и потом начались все эти проблемы. Всё это усугубилось. И потом её дочь... То есть сестра моего первого мужа, она мне рассказывала, что как бы было очень тяжело. Когда вот эта вот моя свекровь уже была в таком состоянии, скажем так, очень болезненном, вот эта вот сестра моего мужа за ней ухаживала. И потом она мне рассказывала, как на самом деле всё это было, что мама невменяемая. Но ей пришлось как бы следить за своей матерью. Потому что на тот момент мы уже с первым мужем развелись. Почему развелись? Он не хотел развода, он не хотел разъезжаться. Он хотел жить с родителями. Его всё устраивало. В общем-то, детьми я занималась. Я, родив первого ребёнка, решила поступать в институт. Свекровь была против. Она говорила, ты никогда не поступишь. Потом, когда я поступила, уже беременная, вторым ребёнком на восьмом месяце, с таким пузом, сдавала экзамены. Моя свекровь сказала, ты никогда не закончишь. В общем, постоянно были такие вот тёрки. Тем не менее, я получила высшее образование с двумя детьми маленькими. Но решила подавать на развод и разъезжаться. Моя свекровь мечтала о том, что вот она как бы приобретёт себе невестку, которая будет следить за хозяйством, мыть квартиру. Большая квартира была, польский дом, центральная улица. Это были начальники. То есть моя свекровь и мой тесть, они были большие начальники. За тестьем свёкр, свёкр, я путаю. За свёкром приезжала служебная машина. Его многие знали. Свёкр, свёкр и свекруха. Но я оставалась как бы твёрдой в своём решении. Понимала, что мне нужно как бы строить свою семью, жить своей жизнью. Я начала искать варианты для обмена квартирой. Всё это было очень сложно. Моя мама тоже мне говорила, что я ничего не добьюсь, потому что мои свёкр и свекровь, они большие начальники, а я вообще никто. Я там одна. То есть я живу в городе Ивано-Франковск, а моя мама в городе Свердонецк. То есть восточная и западная Украина. Фактически на западной Украине я остаюсь одна, с двумя маленькими детками. Я начинаю этот процесс по обмену квартиры. И подаю на суд. И я этот суд выиграла. Но к чему я хочу сказать, пока длился весь этот процесс, почти два года. Единственное, о чём я мечтала, жить отдельно. Иметь своё личное пространство. И конфликт дошёл до того, что мне приходилось закрывать свою комнату. Я вставила замок, я купила электропечку, такую, знаете, с двумя комфорками, чтобы не заходить на кухню, не сталкиваться со своей свекровью. И вот там в своей комнате я и училась. Это были уже последние курсы института. То есть представьте, двое маленьких детей. Я должна уже как бы защищать диплом. Приближается то время. Последние курсы. Четвёртый, пятый курс. И я живу в таком вот адище, когда боюсь домой вернуться, когда прямиком из входных дверей я захожу в свою комнату, потом где-то там в ванной, ванная была напротив моей комнаты, чтобы не пересекаться со свекровью. Я мыла там овощи, потом шла к себе в комнату, закрывалась, резала эти овощи, готовила. Вот в таких условиях я жила. И заканчивала институт. Это был Прикарпатский институт. Сейчас это университет. Потом, когда квартиру всё-таки мы обменяли, я своему первому мужу сказала, «Живи здесь». То есть для меня досталась хрущёвка в блочном доме. А они себе выбрали уже хорошую квартиру, двухкомнатную, но кирпичный дом, вид на озеро и так далее. Использовали свои связи, новый дом тогда построили. А мой свёкра себе выбрала эту квартиру. Я мужу сказал, «Ставайся здесь, живи с нами». То есть либо мама, либо я. Он выбрал маму. Потом, когда я уже познакомилась со своим вторым мужем, он был доцент в Прикарпатском университете. Я у него защищала дипломную. И моя свекровь приходила к нам. В это время у меня уже жил будущий второй муж, от которого у меня третий ребёнок. И она приходила ко мне. Я боялась дверь открывать, я увидела её глазок. Я не знала, с чем она пришла, с добром или с войной. Но я всё-таки дверь открыла. И она меня просила, «Света, вернись!» Потому что её сын, мой бывший муж, нашёл другую женщину и привёл её к ним в дом. И она меня очень просила, «Вернись!» Всё-таки у вас двое детей. Свою свекровь я на порог не пустила. Я просто открыла дверь и разговаривала с ней. Я очень боялась с ней говорить. После всего этого, вот, и... Тем более у меня уже жил другой мужчина в моей квартире, который заботился о моих детях. Это были сложные времена. Начало 90-х. Я сказала, что нет, я не вернусь. Вот такая вот история. То есть я всегда хотела иметь своё личное пространство. Я, конечно же, вспоминаю, как я жила с первым мужем и с его родителями в одной квартире. Хотя это была большая квартира. Я во многом свои ошибки также признаю. То есть я была молодая, гоноровая, я хотела учиться, я хотела общаться, мне нужны были мои подружки, друзья и двое детей. Мне было там 20... Сколько? 21 и 23 года всего лишь, когда я детей родила. Институт, у меня новые подруги. Вот. Возможно, если бы я была мудрее, я бы могла её, вот, свою свекровь как-то утихомирить. Мой свёкор был более спокойный такой. Вот. Но, знаете как, я всё равно это всё пережила и вспоминаю это, как такой жизненный урок. и я вот сейчас, по прошествии многих лет, очень тепло отношусь к моему свёкру и к моей свекрови бывшей. Их уже нет, они умерли, царство им небесное. и, несмотря ни на что, это были всё-таки хорошие люди. Моя свекровь меня в том числе научила готовить, научила какой-то мудрости, то есть скандалы были не всегда. Я настаивала, наоборот, чтобы они себя почувствовали хозяевами жизни, потому что они, в общем-то, не пользовались своими привилегиями, как начальники. И когда все вокруг покупали свои личные машины, они почему-то этого не делали. Я настаивала, чтобы они себе машину купили, чтобы они потом себе купили дачу, то есть землю они себе прикупили. Всё это была моя инициатива. Я говорила, что вот служебные машины это хорошо, но нужно иметь свою машину. Тогда они уже раскошелились, были очень рады, купили эту машину. Я даже ездила на дачу и там что-то там высаживала. Вот такая вот история. Хотела ещё другую историю рассказать, ну, может быть, в следующий раз. Тоже о личном пространстве. Всё. Всем пока. Пусть у вас всё будет хорошо. Живите мирно. Уважайте друг друга. Не пересекайте личное пространство. Тогда всё будет хорошо. Увидимся. Не жалейте лайки. Всем пока.